Сегодня второй день работы 21-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019». В ней принимает участие глава региона Махмуд Али Калиматов. Ингушская экспозиция в Москве представила продукцию 80 наименований. Это как крупнейшие производители сад-гигант Ингушетия, Челуки, агрокомплекс Сунджа, так и предприятия, набирающие мощность – Обанхи, Умка, Губ Нектар и многие другие. Ассортимент отражает основные тенденции развития агропромышленной отрасли региона. Речь в первую очередь идет об ингушском меде, минеральной воде, фруктах. Также на выставке представлены натуральные соки прямого отжима, молочная продукция, мясо-колбасные изделия, хлебобулочная продукция, овощи и многое другое. Ингушетия является активным участником этого форума и благодаря поддержке государства агропромышленный комплекс региона в последние годы стал активно развиваться. Вот это общение, показ всей продукции, всей нашей необъятной страны, естественно, это имеет огромное значение. Вы видите, здесь от Хабаровского края до Калининграда все регионы выставлены. Каждый год номинация в первое место, первых лидирующих золотые медали получает Ингушетия. Это много о чем говорит. Не каждый регион удостаивается таким большим успехом федерального центра. Подходили на стенд Ингушетии, посмотрели, нас заинтересовал ряд продукций, но сегодня еще подойдем, более детально посмотрим и познакомимся. И тоже были приятно порадованы, потому что та культурная программа, которая вчера была представлена на стенде, ну это знаете, это такой вот огонечек, который зажигает и дает еще импульс дальше работать, потому что целый день плодотворной работы такой на стенде, а вот так немножко отдохнуть, это тоже такой положительный момент. Я думаю, что сотрудничество с Ингушетией это тоже один из тех таких мостиков для продвижения продукции из Ингушетии в Крым, а крымской продукции в Ингушетии.